Хулиган. Три вкуса замечательных. Рэп Роуз, Турбо и Хэлфи. Ты, кстати, забыл поздороваться. Привет. Это экстра начало. Это экстра бау. С вами Линкей. Я миллион лет вообще не слышал эту хуйню. Он живой вообще? Нет, он лысый был, может рак у него был. Так, это получается малиновый розовый лимонад Рэп Роуз. Это все просто лимон-имбирь. И это Турбо. Арбузно-дымная жмачка. Короче, стоит сделать небольшую сносочку про то, что Кирилл из Хулигана попросил сделать быстрый видос, то есть буквально 10 минут. Поэтому мы здесь особо долго не будем пиздеть. Мы просто сейчас тихо-молча забьем это все дело. Покажем сырье. Параллельно расскажем про то, что... Красивая пачка. Сак. Лак. Лак. Сак. Красивая машина здесь. Очень. Параллельно стоит рассказать про то, что это приемник, это бленд из трех сортов. То есть, насколько я знаю, это Бёрли. Это светлый табак, не помню, Вирджиния. Вирджиния, по-моему, да. Не Oriental. И плюс еще есть сигарный лист. И как у них написано, сигарный лист для поддержания крепости на протяжении всего покура. Бёрли для долгого вкуса. А Вирджиния, не помню зачем, наверное, просто что-то забить массу. Чтобы максимально окупиться. Да, кстати, табачок дорогой, скажу сразу. Табачок, да. 290 за 30. И да, вот прокурив уже каждого вкуса по одной пачечке, мне ребята из Хулигана в целом поставили, ну не то чтобы задачу, а попросили попытаться сказать, как этот продукт может оправдывать эту цену. Ну слушай, как бы... Но ты его не курил, поэтому ты покажешься вообще ничего. Посмотри на эту машину, думаешь, ее дешево нарисовать, как бы? Это не обошел тебе. Это вообще, кстати, на самом деле, Лянчо Дельте С4. Это легенда группы Б. Это не жестяная банка, как бы. Короче, если честно, ну по факту, я скажу от себя. Я не знаю, почему я должен заплатить почти 300 рублей за 30 грамм именно этого табака. Ну знаешь, цена идет за счет того, что они обуславливают то, что здесь есть сигарка. А сигарка это вещь не дешевая. Как бы можно посмотреть на ВТО, там 1 грамм за твою почку. Бончо 80 грамм за 1300 рублей, что-то. Курим на чашке Хулиган. Все краснодарское. Краснодарский табак, краснодарская чашка, будет краснодарский кальян. Вот он здесь. Вот он там. Короче, я от себя скажу, я не знаю, как бы я оправдывал эту цену. Ну то есть, по крайней мере для себя. Это никакого хейта, а просто по факту. Ну, для меня это, например, дорого. Покурив этот табачок, я бы вот не сказал, что я бы хотел его еще раз купить за эту цену. То есть, рублей за 200 я бы, наверное, да, купил. Опять же, я был на тусовке Питерсмока, и там было... Блядь, ну интересно пахнет. Сейчас попробуем. Я просто любитель таких травяных, всех необычных, блядь, вкусов. Вот, там было очень много ребят, которые прям хвалили хулигана. Возможно, я здесь не объективен, но было очень много ребят, которые прям хвалили и говорили, что, блин, вкус хелса, например, прям полностью себя оправдывает. Офигенно, можно миксовать с сатиром, чтобы было покрепче. Ну и ни у кого вообще вопросов не было про то, что он там, блядь, дорогой или какой-то. Секой. Дорогой и секой. Да, но хули, если ты нас смотришь, Санек, давай там кальян все-таки, мы посмотрим на него. Ты мне так и не ответил, почему продается кальянная, а центр, как бы, интересно. Или не центр. Ну, в общем, какая-то из них продает. Я готов купить, если за 50 тысяч. За 50 тысяч я беру. За 3 миллиона не беру дорого. На самом деле, он пахнет круто. Пахнет круто. Когда ты его забиваешь, он пахнет круто. Ну, вот как курица. Да ладно, что я, блядь, спойлере на самом деле, пиздец. Вообще. Не, ну змея пиздатая. Вот татушки надо, татушки, хулиган. Переводнушку, чтоб как жвачку-то открыл. Турбо, жвачка, почему не сделать внутри татушку? Я взял бы сейчас, перевел бы себе на руку, на лицо, не знаю, модный бы стал полностью. Рэп Роу. Вот это топчик. Вот это топчик, который даже за свою цену я бы, наверное, купил. Это спойлер очередной. Да, гайдбук, гайдбук от хулигана. Здесь много всего написано. Основа хулигана, люди, ощущения, автория, всяко-разно о бренде хулиган. Очень прикольно нарисовано, достаточно прикольная стилистика. Вот здесь, кстати, у нас потребительские характеристики табака. Вижу вирджинию здесь. Продолжительное время курения, более плотная структура пара. Удобная в работе консистенция сырье, равномерная отдача никоти на протяжении всей сессии курения, умеренные, крепости, богатые, приятные табачные послевкусия, насыщенное, яркое курение, без эффекта переоробленности. Вот. Вот этот пункт для меня хулигана закрывает табака. То, что нету переорома, а для меня здесь прям категорически не дорого. Не, смотрится красиво, смотрится вкусно. На самом деле, я его забивал руками, ощущается в руках тоже достаточно приятно. Ты такой, больше по тактильной части с табаком. Ну, да, тактильный и внешний тоже. Ты на него смотришь, такой, бля, вот это с кайфом покурить. Может, засосёмся. Или нет. Ну, пахнет личи. Пахнет, как must-have с травой личи. Ну, ещё что-то чуть-чуть, вот лимонадное такое. На самом деле, я такой же вопрос задал на тусе Питерсмока Кириллу. Я говорю, вот я там почувствовал, как будто бы личи. Он говорит, это нормально, но личи там нету. Там есть роза. Взяли розу с огорода получают. Ну, видно, да, чуть-чуть роза есть. Всё. Чо, кого, сучара? Сейчас будем пробовать. Я буду пробовать в первый раз имбирь-лимон. Кайфуй. Я пока, возможно, что-нибудь расскажу, а может быть и нет. Налоги в течение двух недель. Особенности табачного сырья. А, ну да. Вирджиния, Бёрли. Сигарный блэнд, состоящий из никарагуанских и доминиканских табачных листов. Красавца. Маркетинг, целевая аудитория. Дизайн айдентика бренда. Упаковка пачки и блоки. В принципе, всё. Это, наверное, даже гайдбук, ну, мне кажется, больше для обзорщиков и больше для оптовиков, нежели чем просто вот обычному человеку про это рассказать. Хотя я не узнавал. Может быть, это и есть как бы гайдбук для обзорщиков. Короче, хулиган, три вкуса. Постараемся быть максимально краткими. Кириллу привет. Вопросов к ребятам из компании у меня нет. Половины из них я не знаком. Знаком с Кириллом. Кирилл прикольный чувак. Брендирование и сама компания, их цвета, стиль меня прикалывает. Вкус хелси для меня. Ну вот, если меня всё на свете заебёт, я, наверное, тогда его покурю. Он сейчас скажет, что это заебись. А я нет. Чего нет? А я прям разочарован, пиздец. Я очень хотел попробовать этот вкус. Очень... Ну, просто травянистый, горький херота какая-то. Ну, что-то непонятное, да, чуть-чуть. Я не знаю, почему людям нравится. Я типа из любителей такой херни всякой, из ценителей. Но я не просто так сказал тебе до этого за кадром про табачок, вон тот, который безакцизный. У них есть вкус такой же. Но вот ты его забиваешь, и первые пять тяг ты умрёшь. Ну, то есть надо очень медленно прокурить аромочку, чтобы она съебалась, и потом будет очень жёстко. Вот это то же самое. Но только те, пацаны, делают это, блядь, где-то в подвале, а это на хорошем заводе табачном. Ну, что-то мне, короче, по... Мне здесь, мне не хватает, во-первых, сладости хотя бы чуть-чуть. То есть он прям вообще не сладкий, вот этот табак. И мотайте на уст те, кому нужен, блядь, не сладкий табак. Здесь действительно есть имбирь, и он не коктейльный, сука. Он не такой, как в роллах. Он натуральный. Да, он вяжет. Ну, в миксах заебись. От лимона здесь, на мой взгляд, только, блядь, цедра. Да, цедра. Я сам лимон чувствую. Натрите, блядь, цедр лимона, натрите туда имбиря, и попробуйте это съесть. Это будет отвратительно. Или попробуйте это попить. Размешать, добавить. Я добавлял как-то одно время. Я про то, что, типа, никто не будет это ни пить, ни есть. Не, ну да, да. А можно прям в чашку, ну, под любой вкус. Ну, на тусе Питерсмока был вот прям один чувачок. Я, если честно, блядь, я забыл, как его зовут. Но он прям стоял его, смаковал, и мы его курили на четырех углях. Я пиздец как хотел курить, поэтому курил. Я бы с удовольствием рэп-ролос лучше покурил. Но, короче, вот он стоял, смаковал, и такой, бля, пиздец, настоящий имбирь, настоящий лимон. Ну, а нахуй мне нужен настоящий? Это так же, как, типа, зачем люди играют в компьютерные игры? Вот зачем играть в компьютерные игры или смотреть фильм, например, про обычную жизнь? Да нахуй кому это надо? Хочется почувствовать то, чего я не смогу испытать в реале. Ну, какой-то охуевший, например, как-то. Я для меня заочно до прокура этого табака на первом месте был Хелфи. На втором это, ну, и второе место делили турбо и рэп-ролос. Типа на рэп-ролос я больше всего ставил в минус, потому что это что-то цветочное, и такое, думаю, достаточно противное. Но если сейчас у меня все поменяется наоборот, ну, уже сейчас мне Хелфи не понравился. Не знаю, ну, в чистую точно нет. В миксах, да, в миксах можно найти. Да, дымно, и да, насыщенно. Вот на их чашечке намного более насыщенно, чем вот я на своей турочке курил. Ну, насыщенно прям чувствуется. Просто на тусе, опять же, я Кириллу говорил, что Кирилл, мне кажется, не насыщенно. Нет, вот сейчас насыщенно. Хорошо по насыщенности, но по вкусу нет. Не до конца, но сейчас на других аромках попробуем. Я пока сигарку не почувствовал. Как ни странно, прям, я, блядь, разочарован. У меня ж настроение пропало. Я прям надеялся, что сейчас будет пиздец, как вкусно. Хорошо, что я его не купил, я бы тогда вообще поплевался. Это было бы максимально странно. Да, личи пахнет. Я просто кричу. Но, как заверяет Кирилл, личи там нет. Личи там нет, там есть роза. У меня вопросов нет. Мне вот хватило трех тяг, чтобы сказать, что это заебумба. Малиново-розовый лимонад. Ты бы подумал еще, но тот парень не прочь угостить ее нашим сексуально-малиновым розовым лимонадом. А потом все, ты потеряешь ее навсегда. Еще минутку на раздумье? Надеюсь, турбо заебись. Ну, как ни странно, вот этот почему-то такой он. Вот реально цветок. Но если вы любите курить цветы и любите все цветочные вкусы, оттенки, запахи, ароматы, вам зайдет. Если вы более, не знаю, любители чего-то съедобного, то не очень. Возможно, когда он подпрокурится, кисленький вкус. Кисленький. Вот это вот приятно. Если хотите что-то кисленькое, то зайдет. Не, на самом деле, пишу. Прикольно. Интересно. Интересно. Вот я тоже первые пару затяг, такой, бля, это роза или лич. А потом кисленько. А потом вроде бы с малинкой. И на послевкусие роза остается. На вкус вообще лично нет. На запах лично пиздец, на вкус не тут лично. Ну, как вариант, пупыли что ли, кисленькое, такое нейтральное, нестандартное кайф. Это прям фаворит. Вот в их линейке это прям фаворит. Сейчас зайдем до турбо. Ну, турбо, я думаю, что это такое посредственное. Прям на масс-маркет. Арбуз, дыня, жвачка. Прям оно. Но интересно будет ли чувствоваться прям жвачка. Я просто немножко охуел с этого вкуса, потому что, когда ты читаешь розу, у меня пиздец негатив к розе. Потому что я свой первый кальян выкинул из-за того, что кто-то притащил розу на покур. И потом я и просто не мог. Это был даже не халил мамун. Это было хуй пойми что. Ну, поэтому... Ну, то есть первый кальян, да. И там очень сильно металл схавал этот запах, этот вкус. И тогда мы, будучи пиздюками, то есть нам, наверное, лет было по 15, по 14, мы не знали, что можно отдельно там какие-то запчасти купить, уплотнитель, шланги или что-то еще. Короче, этот запах остался. Этой розой у меня к розе прям негатив. Здесь я был удивлен. Действительно, что можно розу сделать вкусной и курибельной. На мой личный взгляд. Прям хорошо. Не, прикольно. Я прям сейчас дышу и розочу. Интересно, интересно. Вот это даже можно купить. Вот когда стоишь и не понимаешь, что взять, ты вроде курил уже все. И вот не уверен, что ты хочешь сейчас покурить фрукты, ягоды или что-то подобное. Берю и пробу. Он прям реально лайтово, вкусно, кайфово куриц. Да, когда вот сосочки ваши плевыка вкусовые. И при этом, что странно, когда я его прокуривал, ну, у меня было еще три пачки хулигана на прокур, я его прокурил, и мне показалось, что он вообще не накуривает. Вот сейчас вроде бы как бы что-то вроде есть, что-то накуривает. Но все равно, кстати, вот даже с этим вкусом я почему-то не чувствую сигарку. Тут ее значительно меньше, чем, допустим, при, например, Догму, где тоже идет смесь и того, и того, Вирджинии, по-моему, да, Вирджиния и тоже Никарагуа. Но там прям чувствуется, что есть сигарка. Тут пока не чувствую. Ну, репроуз за что? Конечно, просто. Надо тест сигарки. Я все-таки хочу понять, где она здесь. Я пока что, блядь, не настолько с эмелье, табакалье, чтобы сидеть. И тут сигарка, тут Берли, тут Вирджиния. Типа на вид я, может быть, сейчас могу отгадать, где что. На покур я просто могу сказать, приятно это или неприятно курица. Мне приятно. Мне курица круто. На сигарку надо искать через 30 минут курения, через 40. Если ее прям мало. Ну, мы тут такого не доживем. Что хочется, кстати, сказать. Да, все-таки я же прокурил его в соло. Мне понравилось, что и Хелси, хоть сам вкус мне не понравился, и Репроуз держатся ебать как долго. То есть, реально, вот час они держатся. Арома. И все равно еще чуть-чуть кисленькая, и все равно еще чуть-чуть с цветочком. Ну, вот это меня тоже очень сильно прикололо. И именно в табачке Хулиганшу очень долго играющего в них арома. Ну, вообще вкусовая составляющая вкуса. Турбо. Ну, Турбо, сейчас ты попробуешь. Лайк. Не, бать там просто вообще. Не, ну, Хулиган это стиль, это молодежные движения. А мы молодежные движения, и эти чашечки от нас текут. А мы молодежные движения не поддерживаем. Нет, блядь. Если ты кальянный эксперт, и ты считаешь, что никогда в жизни нельзя снять коллаж с чаши, иди нахуй. Я, можешь меня послать нахуй в комментариях, но я не приверженец этой теории. Здесь еще прям. Защитим кальян от перешечества. Может, четвертый туда? Да, кидай. А можно и пятый. Я баш. Ну, нормально. Выглядит хорошо. Вот я на него смотрю в чашечке. Выглядит хорошо. Нарезка? Нормал Десны. Да. Кстати, я думал, покрупнее будет чуть-чуть. Что-то я хотел сказать. А, они производятся на одном заводе вместе с дофтом Феромон. Готово. Да нет. Нет? На мой взгляд, ну по дыму было хорошо. Блядь, видимо, просто у товарища дыму всегда больше, как и хуй в бане, блядь. Просто ты куришь, мне кажется, у тебя дым дохуя, у меня нихуя. Вот сейчас я выдал, типа, у меня нихуя-то такой нормальный дым. Нормальный дым. На грани. На грани. На грани. Если вы смотрите, сюда колодку, там, чипцы, еще что-то вы делаете. Кальян на грани имеется. Почему еще он не здесь? Такой чисто краснодарский вайп был до этого еще больше, потому что была чашка хулиган, краснодарский табак, краснодарский кальян, краснодарские локации, краснодарский парень почти. Кубанец. Кубанец. Кубанцы лайк. Я сейчас молча посижу. Ну, блядь, неинтересно. Прикольно, но это, типа, масс-маркет, заебись, ну, неплохо, но неинтересно. Дохуя холодно, я считаю, для моновкуса, в котором не написано, что он холодный. Мне кажется, тут ты не прав в терминологии. Не холодно, а именно вот мятноевкалиптово, что ли? Да, 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 мятки, но холод, да. Ну, просто есть просто холод, кулада. А здесь именно вот есть еще вкус, по-моему, мятки. Имеется что-то такое, это больше... А самой дыни с арбузом что-то... Да, если бы это называлось, типа, арбузно-дымная мята, или, ну, вот, классика, вот, вкус классика назывался бы, это арбузная дыня и мята, было бы заебись. А так как это написано, что это жвачка, ну, что-то не жвачка. Да, просто от жвачки турбо, я все время, для меня эталон жвачки, это есть такие небольшие подушечки, блядь, как же они называют? Сука, вот забыл. Вот просто отбило нахуй с головы. Джуси... Джуси чё-то. Джуси-пуси. Нет. Короче, на кассах, в магазах очень часто висят такие желтые упаковочки, в них маленькие такие квадратные подушечки-жвачки. Кислы. Не, они просто там с разными вкусами, сладкие там, всякие разные. Короче, ты её прям раскусываешь, и у тебя как будто сок на языке, а вот это охуительная жвачка. И раньше была жвачка за рубль. Блядь, какая бы отвратная она ни была, но она была пиздец сладкая, и она была пиздец со вкусом. Вот здесь я чувствую мяту, и где-то на пустой вкусе арбуз дыни. Да. Я состою в телеграм-чате хулигана, именно которая для продавцов, закрытый чат. И там кто-то задал вопрос, почему турбо, типа, ну, ощущается ненасыщенной. На что Саня ответил, что ещё бы чуть-чуть, и был бы переорон. Вот по мне, блядь, лучше был бы переорон на Санин взгляд, но, блядь, я бы хотя бы здесь чувствовал арбуз дыни. Мне кажется, миксологию чуть-чуть можно поменять, убрать вот эту вот мяту, потому что она прям бьёт в горло. Я такой, типа, прокуренный человек, на которого вкуса особо не влияет, но тут не очень приятно курить. Мне здесь не хватает самой жвачки. Да, мяты есть, но вот самого, блядь, вкуса я вот что-то тут не особо чувствую. Очень, да, где-то сзади арбуз дыня. Поэтому я бы даже вот сказал, что хелси даже более интересен. Да. В плане прокуры, чем вот турбо. Поэтому я бы для себя прям вот сразу сейчас заранее расставил бы репрос. Однозначно топчик для меня. Вообще красота. Хелси уже тогда на второе место, пусть он пиздец странный, но всё-таки вкус имеет, вид имеет, вся хуйня. И турбо вообще в конце. Тем более турбо, я опять же прокуривал его до этого. В турбо аронка пошла нахуй где-то спустя полчаса, наверное, покура. Её изначально-то не особо есть, но спустя полчаса ты просто вообще нечто, нечто куришь. Хулиган. Немного разочаровал. Если бы вот это больше похоже на историю холса, арбузного какого-нибудь, арбузного дыня холса. Причём он мне нравится, вот если бы это была подача как холса, он мне нравится больше, чем у элемента. Но не жвачка. Я вот, когда мы забивали, я надеялся, что я почувствую жвачку, но этого не произошло. Вот холс, конфетка какую-то сосательную, я чувствую. Жвачку не чувствую. Первое место рэп рауз, потому что у нас всё привкусы. Ещё есть всё равно какой-то горьковатый травянистый привкус. Пусть даже и здесь. Это мягко, я думаю, такая не очень. Я думаю, это не то ли самое сырье, про которое говорят, что табакалия, блядь. Нет, тебе бы догму попробовать, ты бы понял, о чём речь. А так, догма. Паша, который представляет её у нас в Краснодаре. Мы готовы обозреть, если что. Кстати, сейчас ещё придёт наш на магаз. Вообще, я, кстати, говорил, что в этом видосе, скорее всего, не будет других брендов. Не почувствовал сигарку, потому что я вот, когда куришь сигарку, есть вот такое вот что-то внутри. Я не знаю, как эта терпкость внутри остаётся, но тут эта терпкость связана с аромкой. Здесь она бьёт, это мятка, там бьёт кислинка розы. Бля, меня накурил. Меня реально накурил. Прям нормально так накурил. Не, ну, табачок. Средненький. Даже, получается, выше среднего должно быть, раз здесь есть сигарка. Короче, Рэп Роуз однозначно своих бабок стоит. Вот я бы посоветовал его купить хотя бы разок попробовать, каково это покурить прикольный цветочек. И пусть вас не пугает здесь название цветочек, потому что там есть и кислинка, полноценный готовый коктейль. Кому не нравится сладость, тому хелси. Кто вообще увидит на витрине только одну Турбо, тому Турбо. Если вы очень хотите попробовать хулиган Турбо, на мой взгляд, вообще. Если ты любишь Каркаде, Рэп Роуз для тебя. Рэп Роуз это вот прям Каркаде. Вот я сейчас понял, а для меня это Каркаде. Вот такой самый вкусный, хороший Каркаде. Не перезаваренный. Хелси, ну ничего не могу сказать. В микс куда-нибудь. В соло покур очень сложно. Если ты отбитый и любишь имбирь, лимон, это все горечь. Кайф. Так не очень. Да, потому что он горький, вот реально стоит заметить. Турбо. Хуй поймешь. Ну типа Турбо бабок этих не стоит. Это однозначно, есть аналоги. Если переназовете это в холс, я поставлю лайк. Холс нормальный. Ну только в начале мятку. Брать сейчас подскурилось, сейчас поинтереснее, получше, попроще курица. Но это не жвачка. Извините меня, Санек, я хотел к вам, когда переехал. Я теперь не хочу, блядь. Пишите, пишите, парни. Короче, ждем новые вкусы. Я там название на слух не помню, но я помню, что когда я увидел анонс, я такой, бля, ну тут есть прям реально интересные вещи. Все, а пока что хорош пиздеть, а этот видос должен быть короткий, так что лайки, дизлайки, все ссылки в описании. Хулиган за репроус и респект. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok